Здравствуйте, я приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». В заключительной проповеди из нашей серии проповеди, посвященных деяниям святых апостолов, мы еще раз услышим, как Павел молился о спасении в Иисусе Христе для евреев и язычников. Но как спасение двух этих групп людей связано между собой? Пастор Вольфганг Вегерт рассмотрит аргументы, приведенные апостолом Павлом, и расскажет, какое значение они имеют, в особенности для евреев. Кроме того, вы узнаете, какие требования и ободряющие послания содержат этот последний рассматриваемый нами отрывок для нас. Давайте сейчас обратимся к Библии. Наш сегодняшний отрывок стоит того, чтобы его прочитали. Что же там произошло? Как же Павел смог выступать перед столь разношерстной еврейской публикой? Что он сделал, чтобы его слушали? И как он отреагировал на это? В конце этого длинного дня Павел решил произнести заключительное слово, особенно для тех, кто был очень упрям. А еще мы вспомним об Исаии. Вы прекрасно помните, что сказано в книге пророка Исаии. Однажды к Исаии прилетел Серафим с горящим углем в руке и коснулся его уст. Прежде Исаия не хотел говорить то, что велел ему Бог, потому что губы его были нечисты. Но Бог коснулся его рукой этого Серафима и очистил его уста горящим углем. И после Исаия сказал, «Вот я, пошли меня». Исаия был готов это сделать. А потом Бог дал Исаии поручение и сказал ему, что он должен будет сказать народу еврейскому. Вы можете прочитать об этом в книге Исаии. И именно на это и ссылался Павел. Итак, это книга пророка Исаия, 6 глава, с 9 по 12 стих. Именно это должен был сказать Исаия народу, который тогда испытывал большие трудности. Итак, давайте посмотрим, что он сказал. Вот какое поручение было дано недавно призванному Исаии. Вот что он должен был сказать. Слухом услышите и не уразумеете. «И очами смотреть будете, и не увидите, ибо грубело сердце народа сибом, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Израиль во времена Исаии был настолько упрям, что жестоко отверг любящее приглашение Бога и отвернулся от Него. И что же на это ответил им Бог? Сказал ли он? «О, дорогой Израиль, пожалуй, вам стоит еще подумать об этом. Может быть, вы все-таки захотите обратиться ко мне? Моя дверь всегда открыта. Мне вас очень не хватает. Вы можете прийти ко мне, когда захотите. Я приму вас и спасу. У вас впереди еще целая жизнь. У вас еще много времени. Разве это не замечательно? Поэтому я советую вам еще раз подумать над предложением, принять Мессию и Мое Слово или нет. Разве такое поручение Бог дал Исаии в качестве ответа на ожесточенность народа вовсе нет? «Вот что ответил Бог Исаии, ибо огрубелы сердце народа сего, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть эта дверь была закрыта. И вот что еще интересно, в деяниях мы видим те же самые обстоятельства, что описаны у Исаии, и те же слова, что должен был сказать Исаия по Божьему поручению Израилю, отвернувшемуся от Бога, говорит и Павел, находясь в гостинице Рима, начальником синагог. Он говорит им «это вы». И, кстати, слова Исаии процитировал не только Павел, их повторил и Иисус. А вот что он сказал в Евангелии от Иоанна. Это почти то же самое, что мы видим у Исаии. Народ сей ослепил. «Глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Да, они просто не могли верить, потому что они в общем и целом были закрыты для Иисуса, и потом Бог закрыл им глаза. Они ожесточились и потом стали ожесточенными. Они зачерстрели и потом стали совсем черствыми. Их ослепление было состоявшимся над ними Божьим судом. Поэтому Иисус в Евангелии от Иоанна и сказал, «Неверующий уже осужден». И Иисус сказал не так. «Неверующий будет когда-нибудь осужден». Он сказал, «Такой человек уже осужден». А это означает, дорогие мои друзья, что может быть так, что ваше неверие, ваше упрямое и твердое неверие, может, согласно этим словам, стать Божьим судом над вашей жизнью. А вот что еще сказал Иисус в Евангелии от Иоанна. Суд же состоит в том... А в чем же он состоит? Вы вообще знаете? Что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. То, что вы больше любите тьму, нежели свет, это свидетельство. Того, что вы, друзья мои, находитесь на суде Божьем, то, что вы не верите, уже является свидетельством Божьего суда над вами. Вот какое послание сообщил Павел иудеям в Риме и начальником иудейских церквей. Словами Исаии он подтверждает тот факт, что, отвернувшись от Бога, они отделились от Него. Итак, причина нашей ожесточенности по отношению ко Христу — это Божий суд. Это причина, по которой люди не хотят этого. «Если Всевышний не придет к нам с благодатью, дорогие мои друзья» — эти слова, я говорю, так же и себе. «Если Всевышний не придет к нам с благодатью и не уберет это наше упрямство» — «прежде всего по отношению к Иисусу, вот тогда мы все погибнем». В вашей жизни должно произойти чудо, и это чудо будет заключаться в том, что Иисус откроет вам глаза. Если Он этого не сделает, вы так и останетесь слепыми навсегда. А потом вы канете в лету. Но поскольку Бог не только позволяет праведности преобладать, но также и милостив, и, как сказано в послании к римлянам, кому Он хочет быть милостивым, Он снимает с тех покрывало упрямства, в то время как все остальные остаются в своем сообразном состоянии, в состоянии заблуждения. И вот почему в «Деяниях» сказано, одни убеждались словами Его, а другие не верили. Поэтому, друзья мои, не отвергайте Иисуса, чтобы ваше жестокосердие не обернулось для вас Божьим судом, и вы не погибли бы навсегда, да смилостивится над нами Бог. И Павел тоже нуждался в слушателях иудеях, он не мог сказать им, «Делайте, что хотите, я тут ничего поделать не могу». Нет, он сказал им, «Дорогие друзья, дорогие иудеи, слова, сказанные Исаией, своим современникам, относятся и к вам, ваше упрямство и ваше неверие, подобны Божьему суду над вашей жизнью, да смилостивится над вами Бог». Это очень важные слова. И поэтому важно подробно рассмотреть аргументацию Павла. Павел не относился спокойно к грехам, он не говорил, «Если вы не хотите, то как хотите, на то воля ваша». Ну, или что-то в этом роде. Сегодня это называют гуманизмом. О, нет-нет, Павел знал, как обстоят дела на самом деле, и в связи с этим я хочу вам кое-что сказать. Вероятно, многие из вас это знают. Давайте мы продолжим рассматривать деяния. Павел увидел, что некоторые из тех, кто спорил с ним, опирался на ожесточающий Божий приговор, и поэтому, когда они уже уходили, он сказал им вот что. Это были его последние слова им. «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие посланы язычникам. Вот они-то и услышат». Павел понял, что из-за этого нехорошего упрямства, облюдавшегося участия израилитян, наступило прекрасное время для спасения язычников. И вот что он писал в послании к римлянам. «Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Этими словами Павел выражает нечто очень сильное. и также очень ценное. Во-первых, он говорит, что ожесточение произошло в Израиле только отчасти. Оно произошло не во всем Израиле. В римском истеблишменте не все отвергали благую весть. Вот что мы прочитали ранее в Деяниях. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Эти слова точно соответствуют тому, что Павел уже сказал ранее в послании к римлянам, а именно, что ожесточение произошло в Израиле только отчасти. А вот что сказано в послании к римлянам. Бог дал им духа усыпления. А вот что было в Риме, но только отчасти. Бог дал им духа усыпления. Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат. Здесь, в послании к римлянам, Павел снова обращается к славам Исаии, поступая так, Бог не отверг весь свой народ, ибо во все времена в Израиле был так называемый остаток, который Господь принял с верой и хранил вовеки. Павел очень ясно и понятно говорит об этом в послании к римлянам. Так и в нынешнее время. По избранию благодати сохранился остаток. Это пишет Павел. То есть, с одной стороны, у нас ожесточение, как мы видим в словах Павла. Итак, с одной стороны, у нас ожесточение, а с другой, избрание благодати среди иудеев. Это относится также и к язычникам, и избрание благодати среди иудеев относится к верующим в Иисуса иудеям. Для них Бог избрал свою благодать. И это дано им не по их воле, а по избранию Божьей благодати. Благодаря милости Божией они смогли побороть свое упрямство, сказать не нет, а да. И принятие Иисуса как своего Мессию. Об этом разделении среди евреев Павел рассказывает нам через историю о падшем Израиле во времена пророка Ильи. Вы, наверное, помните, Илья думал, что пал весь Израиль, и верил только он один. Он думал, что только он оставался верен Богу. Он думал, что весь Израиль ожесточился и пал, и только он оставался верен Богу. Но Бог ответил ему, что есть еще семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. И так же, как эти семь тысяч во времена Ильи остались верны Господу, у него всегда был и всегда будет такой остаток в Израиле, то есть те, кто верует во Христа и находит спасение. И это коррелирует с тем, что пишет Павел, не отверг Бог народа своего, который он знал наперед, кстати, он верен нам и не нарушит своего слова. И вот что еще, дорогие мои прихожане, в Израиле и среди евреев, даже в наше время, есть довольно много иудеев, верующих в Мессию. И это то же самое, о чем говорил Павел, об этом избрании благодати, об этом остатке. Этот остаток можно было видеть и в Риме. Мы видим его и сегодня. Сегодня иудеев, верующих в Мессию, становится все большим. они исповедуют новозаветную веру, происходя из иудеев, и по Божьему избранию являются данным Богом остатком, остатком благодати среди иудеев всего мира. Итак, во-первых, Бог ожесточил Израиль лишь отчасти. И мы очень рады за тех иудеев, которые любят Иисуса Христа. Не правда ли? Это настоящее чудо. Это часть Божьего плана по спасению людей. Бог сказал, ожесточение произошло в Израиле лишь отчасти, ибо есть избрание благодати. Они всегда будут верить, и Бог будет их хранить до самого их конца. давайте же будем от самого сердца молиться за наших иудейских братьев-христиан и стоять за них перед Богом живым, ибо Бог решил включить их в свой план по спасению. Аминь? Но это еще не все. Во-вторых, ожесточение части евреев будет длиться только до тех пор, пока не наберется необходимого числа язычников. И тут мы можем видеть нечто чудесное, ибо когда наберется необходимое число людей, которых Бог призвал из язычников, тогда и закончится время еврейского ожесточения и спасется весь Израиль. Не какая-то часть, а весь Израиль спасется. Итак, послание к римлянам «Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И возрадуйтесь, дорогие прихожане, ибо так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Якова. В конце концов, упрямство покинет Израиля и весь Израиль спасется». Я уверен, что всем вам очень нравятся эти слова. Да, тут нам стоит оживиться, потому что это послание просто вибрирует. Это план Бога по спасению людей. Я не просто так говорю вам все это. Все эти слова опираются на последние строки деяний, на то, что Павел испытал тогда в Риме, пообщавшись с иудеями. Он ощутил, как там спасаются люди. Это был поворотный момент для Павла. Он ощутил, как Бог спасает людей. Там были иудеи, часть из которых была ожесточена, и он мог бы им сказать, а вот вы можете идти, вы ничего не услышите, ничего не поймете, ибо есть остаток, который будет всегда. Но ожесточение Израиля не будет длиться вечно, в итоге спасется весь Израиль. Ни один другой народ на земле никогда не получал такого обещания спасения, какое получил народ израильский. Отсюда мы, дорогие мои прихожане, и видим, что к концу времен христианская вера не прекратится. Вместо этого она еще больше восторжествует. У евреев произойдет настоящий прорыв, произойдет нечто, чего мы, будучи людьми, и ожидать не могли. Библия полна обещаний и великих надежд о грядущем пробуждении среди язычников и гораздо большем пробуждении среди евреев. когда войдет полное число язычников, вот тогда-то и спасется весь Израиль. Так пусть же всех нас прибодрит такая концовка деяний, особенно тогда, когда темно, следует ожидать от Бога светлых и великих дел. Да, находясь под домашним арестом в Риме, Павел пережил один из поворотных моментов божественного плана по спасению людей. Он понял, что некоторые из иудеев, проживавших в Риме, все-таки верили в благую весть, и тут следует сказать на это аминь. Но большая часть иудеев с негодованием отвернулась от Христа. Об этом мы можем прочесть в деяниях, когда написано «Иудеи ушли». Вы уже прочитали эти слова? «Иудеи ушли много споря между собою». Перед этим Павел сказал им «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие посланы язычникам, они-то и услышат». Из случившегося Павел сделал выводы касательно спасения, ибо в деяниях мы читаем, «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Павел нашел свободу в своем заточении. Мы не знаем, как продолжился процесс Павла после того, как он оказался у императора. Мы можем видеть сильные намеки на то, что он получил свободу прежде, чем был приговорен к смерти и был обезглавлен неподалеку от Рима. Мы точно всего не знаем, но одно мы знаем точно. Этими словами деяния святых апостолов не заканчиваются. А вот почему Лука не предал своему тексту должного конца? Вместо этого он закончил книгу деяний двоеточием. Не обязательно проводить масштабные благовествования. Бог может сделать центром благовествования для всего мира и небольшой гостиничный номер с проповедником, находящимся там под арестом. Бога ничто не связывает. ибо оттуда из этого небольшого гостиничного номера, где Павел находился под арестом и продолжилась мировая миссия, и она продолжается по сей день. Давайте сейчас вспомним историю Анисима, раба, бежавшего из города колосса. А в итоге этот бедняга оказался бездонным на улице Рима и не мог вернуться на родину. Но каким-то образом Бог направил его к Павлу, и там он и обратился в веру, а потом его отослали к его хозяину в колоссы. А послание к филиппицам, которое Павел написал, находясь в Риме, мы можем читать следующее, приветствуют вас все святые, а наипачи из Кесарева дома, то есть из казарм императора. Рядом с Павлом всегда находился стороживший его воин и бедняга Павел. О, мне его всегда очень жалко, просто не мог оттуда сбежать. Только подумайте, он мог общаться с иудейскими начальниками с утра до вечера. И кто всегда был рядом? Воин императора, не так ли? Скорее всего, он был язычником. Он каждый день возвращался в казарму императора и наверняка рассказывал другим воинам, я сторожу просто невероятного человека, и они отвечали ему, а можно я тоже как-нибудь его посторожу, я тоже с ним хочу познакомиться. Пожалуй, сейчас я прекращу фантазировать и прочту вам, что было на самом деле. В самом конце своего послания к филиппийцам Павел писал «Приветствуют вас». И Рима это касалось. Они были и в местном истеблишменте. «Приветствуют вас все святые, а наипачи из Кесарева дома». Бог сделал так, чтобы при дворе императора образовалось своеобразное подполье. Таков наш Бог. Именно так. И продолжились деяния святых апостолов. Дорогие мои прихожане, я надеюсь, что сегодня вы не скучали со мной. Но в конце своей проповеди я все же должен вам сказать вот что, когда я в очередной раз прочувствовал всем своим сердцем эту концовку деяний и вообще все деяния. Ой, как же прекрасно все началось с излиянием Святого Духа в Пятидесятницу, А потом начались великие Божьи деяния. Поэтому-то эта библейская книга и называется «Деяние». Бог совершил в деяниях множество деяний и делал это до самых последних строк этой книги. Мне, как человеку, интересно, а чем же закончился процесс над Павлом, но Дух Святой не интересуется такими вещами, как судебные процессы. Он был заинтересован в том, чтобы пламя деяний святых апостолов не погасло до наших времен. И, дорогие мои братья и сестры, я сам просто загораюсь, когда читаю эти великие истории и послания из деяний. Благодаря им мы сами уподобляемся персонажам деяний, через которых Бог вершил свои деяния. Поэтому я хочу вас приободрить. Не важно, где вы сейчас, просто будьте людьми из деяний, служите Господу с радостью, пусть ваши дома станут церковными кафедрами, приглашайте к себе в гости людей, говорите с ними об Иисусе Христе. Павел провел в этой гостинице два года и принимал всех, кто приходил к нему. Он проповедовал Царствие Божие и учил о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Этими словами заканчиваются деяния святых апостолов, но на самом деле они продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока к нам не вернется Иисус Христос. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. до свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. «Музыка» Продолжение следует...